Все мы прекрасно знаем эти кадры. По заснеженной Красной площади проходит военный парад в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Казалось бы, ничего особенного. Едут танки, идут в троем колонны красноармейцев. Но в это время всего в паре десятков километров от Красной площади проходит линия фронта. На календаре 7 ноября 1941 года. Битва за Москву в самом разгаре. Обычно в таких условиях парады не проводят. И поэтому московский парад вошел в историю. Многие его участники буквально на несколько часов ушли из окопов, чтобы продемонстрировать всему миру, Советский Союз жив и продолжает сопротивляться. Даже несмотря на то, что вермахт уже дошел до Москвы. Вообще, столица государства противника – это очевидная и приоритетная цель для любого захватчика. Почти всегда это важный промышленный транспортный узел, напав на который ты нарушишь логистику и заставишь врага экстренно эвакуировать все свои предприятия. К тому же столица – это еще и административный центр. Там находятся органы власти и руководители государства. Они, конечно, могут бежать, но правительство возгнания всегда воспринимается с определенной долей скепсиса. В первую очередь, собственными же гражданами и союзниками. Поэтому, согласно плану «Барбаросса», именно на Москву была нацелена самая мощная из трех немецких групп армии – центр. Адольф Гитлер рассчитывал, что самое позднее за пять месяцев войска Германии и ее сателлитов выйдут к линии Архангельск-Астрахань. А Москва должна была пасть еще раньше. Но не пала никогда. Война пришла в Москву 22 июля 41 года. Ровно через месяц после нападения Германии на Советский Союз. Той ночью немецкие бомбардировщики совершили первый налет на столицу. Москву бомбили практически ежедневно. Чтобы спасти от разрушений важные военные объекты и исторические памятники, их пытались маскировать. Были закрашены купола кремлевских соборов. Мавзолея Ленина накрыли фанерными щитами, а тело самого Ленина вывезли в Тюмень. Красные звезды на башнях закрыли брезентом, а некоторые здания вообще целиком оборачивали камуфляжной тканью. Сбивать с толку штурманов Люфтваффе помогала обычная краска. С ее помощью искажали геометрию и пропорции крупных строений, которые могли служить ориентирами. Например, здание московского Манежа. А на Манежной площади и вовсе нарисовали крыши несуществующих домов. На пути у вражеских самолетов были 2000 аэростатов заграждения, часть из них с минами и первый корпус ПВО с 1000 зенитных орудий. Каждую ночь прожектора шарили по московскому небу, и когда в их лучи попадал бомбардировщик, по нему тут же стреляли зенитки. На земле последствия бомбардировок ликвидировали местные добровольческие отряды ПВО. Там служили школьники, пенсионеры, простые рабочие. Любые руки могли пригодиться. Именно эти люди, рискуя собственной жизнью, тушили зажигательные бомбы, чтобы не дать возникнуть пожару. Такие отряды дежурили ночами на крышах домов, караулили упавшие зажигалки и тут же тащили их в ящики с песком. Главным бомбоубежищем для москвичей, разумеется, было метро. Осенью 41-го года движение поездов останавливалось около 6-7 вечера, а дальше станции, тоннели и даже вагоны оборудовали для приема людей. Некоторые станции, например, Кировская, это нынешние чистые пруды, превратились в командные пункты. На Кировской не останавливались поезда, перрон отгородили стеной из фанеры, чтобы даже из вагона нельзя было увидеть, что происходит на станции. Здесь во время налетов располагались сотрудники генерального штаба. Считается, что на Кировской был и подземный кабинет Сталина тоже. На Курской организовали библиотеку. В подземке работали разные кружки, там проводили концерты и принимали роды. В годы войны в московском метро родилось более 200 детей. Вообще Москву нацисты бомбили гораздо меньше, чем тот же Лондон. Причины были две. Во-первых, бомбардировочная авиация немцев сильно поредела во время битвы за Британию. И за год полностью восстановиться не успела. Во-вторых, в войне против СССР главную роль отводили сухопутным войскам. И самолеты были нужны для фронта. Несмотря на это, разрушений в Москве было немало. 23 июля авиабомба пробила перекрытие тоннеля метро между станциями Арбатская и Смоленская. Другая авиабомба разорвалась у входа в подземку на Арбатской площади. 28 октября фугас взорвался на улице Горького возле центрального телеграфа. Удар пришелся по людям, стоящим в очереди в магазин. Было много убитых и раненых. Бомбы падали и на Кремль, и на Большой театр, и на здание ЦК ВКПБ на Старой площади. Храмы войны можно увидеть в Москве и сейчас. Если будете в центре, возле библиотеки Ленина, обратите внимание на два дома по Маховой улице. Дом 10 строения 1 и 10 строения 2. Изначально это было одно здание. Но в августе 41-го года в него прилетела фугасная авиабомба. Прошла насквозь 4 этажа и взорвалась. Целый подъезд был напрочь уничтожен. Дом решили не восстанавливать в первоначальном виде. И так вместо одного здания вот получилось два. Всего за время налетов на столицу погибло более 2000 человек. А разрушено или повреждено было около 5000 зданий. Судьбу столицы старались облегчить летчики истребительных эскадрильей ПВО. Уже во время первого ночного налета на Москву, 22 июля, один из немецких бомбардировщиков сбил будущий наставник Юрия Гагарина, летчик-испытатель Марк Галай. У Галая, кстати, была привычка. Перед взлетом он произносил фразу «поехали». В ночь с 5 на 6 августа свою первую воздушную победу в небе над Москвой одержал будущий герой Советского Союза, но тогда младший лейтенант Виктор Тололихин. А то, что произошло на следующую ночь, навсегда вошло в историю авиации. Не сумев уничтожить вражеский Хэнкель-111 из штатного вооружения, Виктор Тололихин решил отрубить ему хвост винтом своего И-16. «Была дана очередь из крупнокалиберного пулемета. Обожгло мне руку. Я принял второе решение – жертвовать собой, но не упустить гада. Даю полностью газ и своим самолетом врезаюсь в хвост противника». Противник немедленно загорелся и в беспорядочном положении полетел на землю. «Прихожу я в убежище, и, значит, села в фойе и слушаю радио. Радио говорит, товарищ Сололихин сбил самолет, протаранил. Я испугалась, так просто вся и разволновалась, и говорю, «Иди, это мой сын, видите, неужели он убит?» Я так испугалась и заплакала. Начали меня тут, конечно, успокаивать. Приносят шеверянки, все ухаживают за мной, успокаивают женщины. Ну, потом, через несколько времени, пока они все со мной так ухаживали, смотрю, он пришел. И пришел и говорит, вот, и я сам явился на лицо, сынок мой, милый. К моменту съемки Вера Тололихина уже потеряла своего старшего сына Николая, летчика морской авиации. А вскоре после этих съемок, 27 октября 1941 года, защищая Москву, в воздушном бою погиб и 22-летний Виктор Тололихин. Пик бомбардировок был в ноябре 1941 года, когда гитлеровцы подошли совсем близко к Москве. Граждане, воздушная тревога. Их авиация совершала вылеты уже не только ночью, но и днем. А время от объявления воздушной тревоги до первых ударов сократилось до 5-7 минут. Последний нацистский бомбардировщик пролетит над Москвой лишь в июле 43-го года, до которого москвичам еще предстояло дожить. Ведь главные события битвы за Москву происходили вовсе не в небе. Издавна дорогу на Москву прикрывал город Смоленск. Так было во время обеих отечественных войн и в 1812 и в 1941. Но если во времена Наполеона Смоленское сражение заняло всего два дня, то в 1941 оно продолжалось ровно два месяца, с 10 июля по 10 сентября. Составной частью Смоленского сражения был советский контрудар под Ельней. Четыре дивизии, принимавшие участие в этом контрударе, получили звание гвардейских. Именно так родилась Советская гвардия. Тем не менее, для бойцов Красной армии итоги двухмесячного Смоленского сражения выглядели катастрофическими. Советские войска отступили, потеряв убитыми и ранеными, и пленными около 760 тысяч человек. После этого разгрома Советское командование надолго потеряло шансы перехватить у немцев инициативу. А непосредственные участники проигранных боев даже не догадывались, что стратегически они одержали важную победу. Продолжительное Смоленское сражение сорвало график Блицкрига Германии. Немцы потеряли там два очень важных летних месяца. Им пришлось перекраивать все свои планы. В результате в начале сентября Гитлером был утвержден план операции «Тайфун». Он был достаточно прост в своей логике. Вторая, третья и четвертая танковые группы должны были разгромить силы Красной Армии рядом с городами Брянск и Вязьма, а затем обогнуть Москву с севера и юга для ее окружения. Чтобы усилить удар по советским войскам и успешно провести операцию, четвертую танковую группу скрытно перекинули с Ленинградского направления. У германской группы армии «Центр» под командованием фельдмаршала фон Бока на московском направлении, помимо трех танковых групп, были также три полевые армии и один воздушный флот. Красная армия противопоставила нацистам три фронта. Западным командовал Иван Конев, брянским Андрей Еременко, резервным Семен Буденый. В битве за Москву сошлись более трех миллионов человек. Это сравнимо с современным населением двух Екатеринбургов или трех Волгоградов, что делает битву за Москву одной из самых масштабных битв во всей истории человечества. Красная армия на этом участке фронта уступала немецкой по численности, но проблема была не только в этом. Существенная разница была в подготовке и в оснащении. У Красной армии был дефицит патронов, боеприпасов для пушек не доставало, как и гаубиц с минометами. А также не хватало радиотехники. Советские солдаты были хуже обучены и оснащены, а им противостояла совсем другая армия, хорошо укомплектованная, опытная, обстрелянная в европейских конфликтах и пока еще не знавшая серьезных поражений. Единственным преимуществом Красной армии был боевой дух. Враг пришел на территорию СССР и начал творить ужас. Не щадил ни военных, ни гражданских. Уничтожал и города, и села. Военкоматы выстраивались целые очереди добровольцев, которые были готовы защищать свою родину. Многим из них не было и 16 лет. Те, кого не брали в армию, отправлялись на заводы и производства, чтобы помогать фронту своим трудом. На оккупированных территориях набирало силу партизанское движение. И уже к августу 41-го года в тылу немецких войск действовало более 200 партизанских отрядов. Несмотря на боевое настроение, ситуация была катастрофической. Казалось, что только чудо поможет отстоять Москву. 30 сентября танки с латинской буквой «Джи» на броне устремились в направлении Орла и Тулы. «Джи» означало «гудериан». Именно он командовал второй танковой группой, которая должна была уничтожить важные точки обороны советских войск и приступить к окружению Москвы с южного направления. Одной из этих точек была Тула. Ее гитлеровцы называли «маленькой Москвой» и неспроста. Этот город был удобным плацдармом для наступления на столицу с юга. Разумеется, командование Красной Армии знало о подготовке наступления, но не смогло правильно определить направление основных ударов. Командующий Брянским фронтом, например, предполагал, что противник поставил перед собой цель захватить Брянск. Это был важный транспортный и логистический центр. И поэтому усилил его оборону. Но нацисты прошли на 150 километров южнее. Войска 2-й танковой группы не встретили сильного сопротивления, и уже через три дня основные силы Брянского фронта оказались в окружении. А 3-го октября армия Гудериана взяла «Орел». Этот удар оказался настолько ошеломляюще быстрым, что когда немецкие танки вошли в «Орел», город еще жил своей обычной жизнью. Работали магазины и предприятия, ходил общественный транспорт, а люди только готовились к эвакуации, которая должна была начаться через пару дней. Такой внезапный удар привел к тому, что командование войсками на этом участке фронта было просто потеряно. Штаб командования бежал, а командующий Орловским военным округом генерал-лейтенант Тюрин, который выехал осматривать оборонные позиции на юге города, вообще куда-то пропал. Он нашелся только через пару дней. Оказалось, он попросту был отрезан от информации и не сразу узнал вообще, что город уже захвачен. А когда узнал, через несколько часов после вторжения, то попросту бежал из города на автомобиле по направлению к Туле. Единственный серьезный бой, который произошел в Орле 3 октября, дал батальон десантников. Они высадились в аэропорту прямо под шквальным огнем противника и отважно сражаясь погибли. Судя по всему, их перекинули для обороны города, не зная, что он уже взят. А когда это выяснилось, то командование решило, что нет смысла поддерживать безнадежную контратаку. В Орле в оккупации оказалась 34-летняя фармацевт Вера Левина. Мать Сару и 8-летнего сына Володю Вера в начале войны отправила в эвакуацию. Но сама уехать не решилась. Чувство долга не позволило ей бросить медицинский склад, которым она заведовала. Вместе с Верой решил остаться и ее отец Абрам. В середине марта 42-го года оккупанты их убили в числе 220 орловских евреев. Перед смертью Вера Левина написала два длинных письма своему сыну Володе. Она успела передать их на сохранение жене брата, которая была русской. Володя прочтет эти письма только через два года, вернувшись в освобожденный орел. Мой дорогой, любимый и единственный мальчик. Я каждую секунду жду прихода за собой, а это означает вечную с тобой разлуку. Так много я должна тебе перед смертью сказать. Я тебе мать, плохая или хорошая, когда вырастешь и разберешься. Но мне нужно тебе сказать столько, чтобы этого хватило на всю твою жизнь. Я обречена на гибель. Не я одна, нас много, но мы бессильны. Ты никогда не узнаешь, как умерла мать. Больше того, ты не будешь знать, умерла ли. Я тебя прошу, не задумывайся над этим вопросом. Помни, что таких, как я, много. И живая, и или нет. Я в равной степени тебя люблю. И если не будет с тобой живой матери, пусть мой образ хранит тебя от бед и ошибок. Если тебе люди скажут, когда меня не стало, моя последняя просьба, или вернее желание, исполняй один печальный и красивый еврейский обычай. В день моей кончины зажигай маленький огонек. И вспомни маму. Задержать продвижение войск Гудериана к Туле должны были новенькие танки Т-34, экстренно переброшенные из Сталинграда. С близкого расстояния их пушки могли пробить броню любого немецкого танка. Однако танковая бригада под командованием полковника Катукова была слишком малочисленна и не могла остановить наступление вермахта. Но она выиграла немного времени, и советские войска смогли подготовиться к обороне Тулы. Тулу немцы в итоге так и не смогут взять никогда. Защитники этого города свяжут боями две армии вермахта, окажутся практически в полном окружении, но не сложат оружие. Бригада Катукова будет в ноябре переброшена на Волоколамское направление, где тоже проявит героизм и мужество и станет первым гвардейским танковым соединением в рядах Красной Армии. Тем временем, 2 октября, на день раньше армии Гудериана, пришли в движение основные силы группы армии Центра, 3-я и 4-я танковые группы. Они обрушились на западные и резервные фронты к северу и югу от шоссе Смоленск-Вязьма, там, где их никто не ждал. Фронт прорвали, окружение стало неизбежным, но, несмотря на это, Ставка отказывалась принять реальность и не разрешала отступления. Это длилось несколько дней. Приказ уходить дали лишь вечером 5 октября, но было уже слишком поздно. Через несколько часов гитлеровские клещи сомкнулись возле Вязьмы. На фронте творился сущий кошмар. Деморализованные солдаты, потеряв связь с командованием, сбивались в группы и пытались прорваться к своим. Лишь немногим частям Красной Армии удастся вырваться из Брянского и Вяземского котлов. Современные исследователи приводят цифру 85 тысяч человек, тех, кто спасся. Но погибших и попавших в плен гораздо больше. Разгром советских войск был тотальным. 4 октября, выступая в берлинском спорт-паласе, Гитлер заявил. В тот момент немецкое командование уже не сомневается. Москва скоро будет взята. И пока основные силы группы армии «Центр» добивают войска Западного и Резервного фронтов, на восток устремляется элитная дивизия СС «Дасрайх». Именно она должна была первой войти в советскую столицу. 6 октября Сталин отозвал Соленинградского фронта Георгия Жукова и поручил ему инспекцию Западного, Брянского и Резервного фронтов. А точнее того, что от них осталось. Диагноз Жукова был неутешителен. Советские войска разгромлены. Сдерживать гитлеровцев некому. Путь на Москву открыт. Единственное, что могло хоть как-то задержать их продвижение, это Можайская линия обороны. Эту линию строили еще с июля 1941 года. Советское командование явно предвидело то, что немецкие войска смогут дойти до Москвы. Это была цепь укреплений от Волжского водохранилища до южных поступов к Калуге. Согласно планам, линия должна была иметь три оборонительных полосы глубиной больше 100 километров. Строительство шло в ускоренном режиме и велось в основном руками самих москвичей, в основном женщин и старшеклассников. Но до конца достроить ее не успели. К приходу немцев линия была готова лишь процентов на 40. Но даже эти 40% некому было защищать. К моменту прорыва под Вязьмой на Можайской линии обороны не было гарнизона. И в первую очередь нужно было найти для нее защитников. Ими стали курсанты московских и подмосковных военных училищ. Особенно отличились подольские курсанты. Совсем молодые ребята из пехотного и артиллерийского училищ Подольска. Большинство из них погибли. Но ценой жизни подольские курсанты смогли остановить немецкие танки на Ильинском участке Можайской линии обороны. Также с северо-западного фронта на Можайскую линию перебросили несколько дивизий, в том числе и 316-ю стрелковую под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, который скоро предстоит войти в историю. Кроме того, Москву защищали дивизии народного ополчения. Добровольцы зачастую не имевшие никакого армейского опыта. Их наспех обучили и вооружили тем, что было. Винтовками, купленными царским еще правительством до Первой мировой войны, старым японским и британским оружием. Эти люди шли на верную смерть. 50 тысяч москвичей отправились защищать родной город. Лишь немногим удалось выжить. 12 из 25 тогдашних районов Москвы смогли выставить по одной дивизии народного ополчения. Ополченцами становились и жители городских окраин, и представители интеллектуальной элиты из центра города. В составе 8-й московской стрелковой дивизии народного ополчения Краснопресненского района оказались два необычных подразделения. Они вошли в историю как писательские роты. Бойцами писательских рот были члены Союза писателей СССР. Среди них известные советские литераторы Даниил Данин, Эммануил Казакевич, Александр Бек, автор военной повести «Волоколамское шоссе». Главным героем этой повести стал один из спасителей Москвы, герой Советского Союза и народный герой Казахстана Бауржан Момушулы. Старший лейтенант Момушулы командовал одним из батальонов в составе Памфиловской дивизии. Три дня в отрыве от дивизии его батальон держал оборону на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Затем батальон Момушулы смог выйти к своим. Но даже с учётом всех резервов в распоряжении Жукова оказалось лишь 90 тысяч человек на огромную линию обороны от Калуги на юге до Московского моря на севере. Остановить врага они не могли. Могли лишь задержать на время. Каждый выигранный ими день позволял подтянуть к Москве новые силы. За спинами защитников экстренно возводили новые линии обороны. Последняя из них проходила буквально по центру нашей столицы. Были заминированы мосты через Москву реку. На Садовом и Бульварном кольцах сооружали баррикады. Москва готовилась к настоящей битве. 13 октября состоялось сражение на Бородинском поле. В том самом, где в 1812 году бились русские и французские армии. На сей раз дивизии Дас Рай противостояла 32-я стрелковая дивизия Красной армии, переброшенная с Дальнего Востока. Как и во времена Наполеона и Кутузова, поле боя в итоге осталось за противником. Но в этом бою Дас Рай, которая надеялась торжественно вступить в Москву, понесла огромные потери. К началу зимы Дас Рай потеряет до 60% личного состава. Ее командир Пауль Хаусер потерял на Бородинском поле глаз и до конца своих дней носил повязку. Но удержать Можайский рубеж так и не получилось. К концу октября немцы выбили советские силы со всей линии обороны. Армии врага захватили Волоколамск, Калугу, Можайск, Обнинск и Калининск, часто Тверь. Тула и Серпухов продолжали обороняться. Бои шли уже в 100 километрах от Москвы. Что в это время происходит в самой Москве? Война Германии против СССР идет всего-то 3 месяца. Но за это время вермахт преодолел тысячи километров, захватил Минск, Киев и другие города. Его войска вплотную подошли к столице. Если бы движение пригородных поездов продолжалось, то в начале октября можно было бы сесть в электричку в Москве на Белорусском вокзале и прям доехать до линии фронта. Причем ехать пришлось бы не очень долго. Казалось, что в таких условиях падение Москвы неизбежно. И ее ждет судьба Парижа, Брюсселя, Варшавы и других столиц, захваченных Гитлером. 15 октября Государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации Москвы. В первую очередь на восток отправлялись иностранные миссии, партийные органы и правительство. Правда, председатель Совго-наркома Сталин должен был уехать, как было сказано в постановлении, завтра или позднее, смотря по обстановке. Документ этот был секретным. Но скрыть подготовку к массовой эвакуации государственных органов было невозможно. По всей столице поползли слухи, что город решили сдать. Кто-то рассказывал, что немцы уже на Поклонной горе. Кто-то утверждал, что Сталин бежал то ли в Горький, то ли в Куйбышев в Самару. А следующим утром 16 октября единственный раз за всю свою историю не открылся московский метрополитен. Уже после войны выяснилось, что по приказу наркома транспорта Лазаря Кагановича его готовили к уничтожению, чтобы враг не смог им воспользоваться. Встали и трамваи с троллейбусами. Это стало последней каплей. Никто не мог толком объяснить, что происходит. Поэтому люди стали действовать по принципу «спасайся, кто может». Собрав все, что только можно унести с собой, они брали штурмом поезда, грузовики, автобусы, телеги. Все, что могло ехать. И все, что ехало прочь из Москвы в восточном направлении. Кому не хватало места в транспорте, тот шел пешком. Правительственные автомобили устроили огромную пробку на шоссе энтузиастов. Многие москвичи, с трудом добравшись до своих заводов и учреждений, обнаруживали, что начальство попросту сбежало, порой еще и прихватив с собой кассу. Предприятия закрывались, а что делать работникам, никто не сказал. И сказать не мог. В органах власти тоже был хаос. Паника проникла даже в святую святых, здание ЦК ВКПБ на Старой площади. Двери были открыты нараспашку, а бумаги, в том числе с грифами «Совершенно секретно», буквально валялись на полу. Чуть позже на Курском вокзале сотрудники милиции нашли 13 брошенных чемоданов с документами городского комитета партии. Москва 16 октября – это неработающий транспорт, закрытые продуктовые магазины, сотрудники которых раздавали остатки товаров случайным прохожим, мародерство и анархия. Из отчета о событиях в городе начальника столичного управления НКВД Журавлеву 16 октября рабочие колбасного завода московского мясокомбината имени Микояна растащили до пяти тонн изделий. Слесарь мотоциклетного завода Некрасов похитил со склада спирт и организовал коллективную пьянку, в ходе которой призывал уничтожать евреев. В связи с тем, что на заводе номер 58 не была выдана зарплата, рабочие ходили толпами, требуя денег, имели место в выкрики «Бей коммунистов». Днем 16 октября в Кремле прошло экстренное совещание, где Сталин приказал московскому руководству немедленно восстановить работу транспорта, открыть магазины и столовые. Было решено срочно доставить из Куйбышева наличные деньги, чтобы выплатить зарплату рабочим. Уже вечером того же дня метро частично возобновило свою работу. Поезда пошли по Кировско-Фрунзенской, нынешней Красной линии, а уже на следующее утро по всем остальным направлениям. 17 октября Москва стала возвращаться к обычной жизни. На улицах появились милицейские и военные патрули с приказом расстреливать мародеров на месте. По радио с успокаивающими речами выступили первый секретарь горкома партии Щербаков и глава исполнительной власти Пронин. Они сообщили, что несмотря ни на что остаются в городе и что столицу сдавать немцам никто не планирует. 19 октября газеты опубликовали новое постановление Государственного комитета обороны. В нем речи об эвакуации уже не шло. В городе вводилось осадное положение и комендантский час. Оборона столицы возлагалась на Жукова. Из-за архаичного начала документа, не характерного для советской бюрократии, СИМ объявляется. Многие исследователи считают, что автором был непосредственно Сталин. Порядок наводили жестко. К расстрелу и лагерям приговаривали и партийных аппаратчиков, и директоров заводов, и начальников цехов, которые поддались панике и допустили хаос на своих предприятиях. Были репрессированы несколько руководителей отделов Мосгорисполкома. Впрочем, Московская верхушка отделалась на удивление легко, тем более по меркам того времени. В советское время о московской панике не принято было вспоминать. Этот эпизод сильно выбивается из ряда хрестоматийных советских подвигов. Москвичи, штурмующие поезда и грабящие магазины, меньше всего походили на 28 памфиловцев и Зою Космодемьянскую. Но настоящее мужество кроется не в отсутствии страха, а в умении его преодолеть. Поэтому показателен не сам факт паники. Показателен то, что она закончилась так же стремительно, как и началась. Всего за несколько дней жители столицы взяли себя в руки и снова стали тушить бомбы-зажигалки, падающие на крыши домов. Снова пошли на заводы, продолжили рыть окопы в раскисших от дождей полях. Москва щетинилась противотанковыми ежами, Москва затемняла свои окна светомаскировкой, Москва поднимала в небо заградительные аэростаты, чтобы помешать нацистским бомбардировщикам. Москва продолжала жить и продолжала бороться. При этом эвакуация не прекращалась, но теперь проходила организованно и спокойно. На Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию увозили предприятие и оборудование, сырье, специалистов и рабочих, женщин с детьми, инвалидов и пожилых людей. К концу ноября эвакуировали более двух миллионов человек. А 7 ноября состоялся тот самый военный парад на Красной площади, как и всегда в годовщину Октябрьской революции. Он начался в 8 часов утра и длился всего час. По такому случаю были даже распакованы и зажжены, и замаскированы от вражеской авиации звезды Кремля. Большая часть техники на этом параде, например, артиллерия, буквально приехала с линии фронта, линия которого пролегала в часе езды от Москвы. А проехав и прошагав по Красной площади, бойцы Красной армии снова отправлялись на передовую сдерживать врага на поступах к столице. Важность этого парада сложно переоценить. Весь мир увидел, что советское руководство остается в Москве, что Красная армия жива и дает отпор нацистам. Самые черные дни остались позади. Это была первая победа, одержанная советским народом в той войне. Победа над собственным страхом. Вслед за ней придут и победы на поле боя. До побед, однако, надо было еще дожить. Хоть вермахт не смог взять столицу с наскока, и московская паника быстро улеглась, но ситуация на фронте по-прежнему оставалась не то что сложной. Она была критической. Правда, во второй половине октября наступило некоторое затишье. Этому способствовало не только ожесточенное сопротивление советских войск, но и погода. Начались проливные дожди. Грунтовые дороги превратились в болота, которые сложно пересечь даже на танке, а уж тем более на грузовике. Вести войну в таких условиях практически нереально, поэтому обе стороны использовали это время для того, чтобы укрепить свои позиции и выработать план дальнейших действий. Немецкое командование попыталось решить свои проблемы с логистикой. Вермахт стремительно наступал на протяжении нескольких месяцев, и его тыловые части и службы далеко не всегда успевали за передовыми частями. Германская армия нуждалась в продовольствии, боеприпасах, горючем и в зимней одежде. Ведь изначально план «Барбаросса» предусматривал взятие Москвы до наступления морозов. На оккупированных территориях были реквизированы какие-то теплые вещи, но это не могло решить проблему для многомиллионной армии. Немецким солдатам приходилось снимать шинели с убитых красноармейцев. Чуть позже, в конце декабря, Геббельс попросит население Германии помочь бойцам вермахта зимней одеждой. Это вызвало шок даже у лояльных законопослужных бюргеров, до тех пор не сомневавшихся, где фюрер, там и победа. Как же так? Командование не позаботилось об обеспечении наших мальчиков всем необходимым. Репутация немецкого командования и политического руководства впервые пошатнулась. Для советского штаба главной задачей по-прежнему оставался переброска к столице новых войск. Есть распространенная точка зрения, что Москву тогда спасли свежие сибирские дивизии, срочно отправленные в Центральную Россию. На самом же деле они прибыли не из Сибири, а с Дальнего Востока, где охраняли границу от возможного вторжения Японии. Некоторые исследователи считают, что дезинформация о сибиряках была вброшена сознательно советским командованием, чтобы обмануть японский генштаб. Кроме того, под Москву была передислоцирована героическая бригада Катукова, остановившая танки Гудериана под Тулой. А с юго-западного фронта пришел второй кавалерийский корпус, отличившийся в боях в Украине. 4 ноября погода изменилась. Ударили зимние морозы, и мягкая и неустойчивая почва за ночь превратилась в идеальную поверхность для наступления. Температура в этот день упала до минус 7. Еще вечером 3 ноября танки утопали в мягкой грязи, а за ночь буквально вмерзли в нее. Утром 4 ноября немецким солдатам пришлось заливать под технику и поджигать бензин, чтобы растопить лед. Приход Морозов означал окончание временного затишья. Вермахт начал последний решительный штурм Москвы. У немецкого командования появился новый план. Третья и четвертая танковые группы начинают наступать на Москву с севера и северо-запада, от Калинина и Волоколамска, а вторая танковая группа Гудериана должна наконец взять Тулу и прорваться к Москве с юга. 5 ноября третья и четвертая танковые группы вермахта приступили к своему наступлению. Красная армия отошла под их натиском, но это не было катастрофическим крушением фронта, как было в октябре под Вязьмой. Советские войска отступали организованно, стараясь избежать окружения и отчаянно сопротивляясь. 16 ноября под деревней Дубосеково, недалеко от Волоколамска, произошел бой, о котором историки спорят до сих пор. Конечно, речь о подвиге 28 памфиловцев. У официальной версии в этот день 28 солдат из взвода истребителей танков 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Памфилова держали четырехчасовую оборону против нацистской 2-й танковой дивизии. Это был тяжелый бой. У врага была и техника, и пехота, в то время как памфиловцы оборонялись без тяжелой техники, даже не имея достаточного количества противотанковых снарядов и используя для подрыва танков связки гранат. За 4 часа сражения советские солдаты уничтожили по этой версии целых 18 танков, но почти все были либо убиты, либо тяжело ранены. Вообще, 18 танков — это практически танковая рота, уничтожение которой такими малыми силами даже звучит фантастически. Позднее расследование показало, что многие из этих событий были придуманы. Бой против немецких танков, если даже он и состоялся, не имел такого большого значения. К тому же не все памфиловцы, которых записали в погибшие, действительно были убиты. Все это стало известно уже после войны, но в те дни советская пресса разнесла весть об этом подвиге, чтобы поднять боевой дух красноармейцев. Здесь важно сказать, даже если конкретная история про 28 памфиловцев была частично или полностью выдумана пропагандой, все равно многие советские части оказывали врагу поистине героическое сопротивление, и в том числе дивизия Памфилова. Поэтому наступление вермахта развивалось так медленно. Несмотря на численное преимущество, нацисты захватили Клин только 23 ноября. На следующий день был занят Солнечногорск. Этот долгожданный успех попал на полосы немецких газет. Смотрите, русский солдат снова отступает. До Москвы осталось всего 50 километров. Трудно винить рядовых советских солдат в неудачах на фронте. Ведь что такое бой с немцами под Москвой в 1941 году? Это во многом пехотная оборона. Это часы прозябания и перестрелок из ледяных окопов, где риски получить пулю, контузию от взрыва или обморожения примерно одинаковые. Костер зажигать нельзя, противник рядом. И для него это сигнал к обстрелу местности вокруг. Тяжелая шинель, в которой было жарко воевать летом, в ноябре от постоянного холода почти не спасала. Сапоги выдавали на два размера больше. Конечно, передвигаться неудобно. Зато можно утеплить ноги несколькими слоями газет. Отстреливаться приходилось, не имея достаточного количества патронов, гранат и зачастую даже винтовок на роту. Помимо этого, на поле боя часто отсутствовала связь и не было координации между разными подразделениями. На что оставалось рассчитывать простому солдату, которого смерть обступила буквально со всех сторон. Только на себя и своих товарищей. В конце ноября на северном направлении немцы подошли вплотную к Москве. Самая близкая точка находилась в районе нынешнего аэропорта Шереметьево. До окружной железной дороги, по которой проходила тогда граница Москвы, оставался 15 километров, а до Кремля меньше 30. Забравшись на колокольню, в хороший полевой бинокль оттуда можно было рассмотреть отдельные высотные здания Москвы. На этом участке фронта немцам противостояла 20-я армия, которой командовал генерал-майор Андрей Власов. Именно его бойцы сумели остановить дальнейшее продвижение вермахта. Существует городская легенда, что несколько мотоциклистов смогли прорваться в Москву и вступили в бой с отрядом НКВД в районе метро «Сокол». Но документальных подтверждений этому событию не существует. Знаменитый памятник Ежи на Ленинградском шоссе установлен, конечно, довольно приблизительно. Конкретно по этому месту линия фронта не проходила. Но действительно, именно с севера враг подошел к столице ближе всего. Считается, ну как бы, по легенде, что на этом месте был подбит ближайший к Москве танк. Наверняка вы много раз видели этот памятник. В то время как на северо-западе судьба фронта висела на волоске, на южном направлении ситуация была лучше. Там Гудериан так и не справился с Тулой и решил этот город просто обойти, прорвавшись к Кашире. Оттуда открывалась прямая дорога на Москву. Но Каширу немцы взять тоже не смогли. Их легендарные танки, прошедшие всю Европу, были остановлены кавалеристами. Это был второй кавалерийский корпус генерала Белова. Маневренная конница, которая могла передвигаться по лесам и проселкам, обходя немецкие укрепрайоны, нападала неожиданно и главным образом по ночам, когда бессильна авиация. Гордость вермахта, вторая танковая группа, была вынуждена отступить. Такое случилось впервые с начала Второй мировой войны. К началу декабря продвижение немцев к столице окончательно закончилось. И на севере, и на юге. Их потери, в абсолютном выражении, были существенно ниже, чем у Красной Армии. Войска группы Центр потеряли за время наступления на столицу около 150 тысяч человек, а советские войска — примерно полмиллиона. Но у Германии, в отличие от СССР, возникла проблема с пополнением и переброской на фронт свежих сил. У них, как мы уже обсудили, была беда и с зимней одеждой во время жутких морозов, и с доставкой продовольствия, и с мотивацией. Бойцы вермахта элементарно устали от затянувшейся войны. Воевать на чужой земле всегда сложнее, чем на своей. Дома, как известно, и стены помогают. А вот на чужбине, наоборот, абсолютно повсюду тебя поджидает смерть. На передовой немцам противостояли отчаянно воевавшие красноармейцы, которым некуда было отступать. Тылу докучали партизанские отряды. Они могли убить, напав из засады, могли захватить обоз с бесценной одеждой или продовольствием. А еще применяли тактику выжженной земли. Партизаны поджигали населенные пункты, вынуждая немцев покидать дома и мерзнуть под открытым небом. Именно этим занимался отряд, которым служила Зоя Космодемьянская. Ее, как и других участников партизанских отрядов, гитлеровцы жестоко казнили. Почти шесть месяцев сражений в таких условиях, когда ты не можешь перевести дух ни на минуту, когда покоя нет ни днем, ни ночью, а отправка домой задерживается из-за отсутствия пополнений, вымотали даже такую закаленную в боях армию, как немецкая. Один из участников битвы за Москву, Гюнтер Бауэр, вспоминал о способе психологического давления на немцев, который применял советское командование. Время от времени до нас доносились усиливаемые репродукторами звуки популярных немецких песен, которые пробуждали в нас тоску по домашнему уюту. Вслед за этим звучали пропагандистские призывы на немецком. Они играли на том, что мы измотаны, голодны, а некоторые из нас успели отчаяться. Русские призывали нас сдавайтесь победоносной Красной Армии, тогда вы вернетесь домой сразу после окончания войны. Лишь немногие из тех, кто слышал этот призыв, поверили в него. Но оценим сам факт. Меньше чем через полгода после катастрофы 22 июня, когда казалось, что судьба СССР уже решена, предложение сдаваться исходит от Красной Армии. А не обращено к ней. Это означало, что в битве за Москву произошел перелом. Ситуация к началу декабря действительно изменилась. Во-первых, группа армий «Центр» растянулась по огромному фронту длиной в тысячу километров. Во-вторых, в советском тылу завершилось формирование новых дивизий. С Дальнего Востока и из других регионов страны к столице перебросили свежие части. В-третьих, сложное положение на северном направлении под Ленинградом и южном под Ростовом-на-Дону не давало гитлеровцам снять оттуда части для помощи войскам под Москвой. Таким образом, постепенно складывались предпосылки для перехода в наступление уже советских войск. Контрнаступление Красной Армии под Москвой готовилось настолько секретно, что немецкое командование не подозревало о нем даже за считанные часы до его начала. Военачальники вермахта оставались в плену своих иллюзий. Даже читая сообщения разведки о крупных перемещениях советских войск, они считали, что это просто плановая ротация для лучшего противостояния немецкому наступлению. 4 декабря командующий группой «Центр» фон Бок оставил на одном из таких разведдонесений резолюцию. Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами начать в настоящее время большое наступление. Но уже на следующее утро темное зимнее небо разорвали залпы артиллерийских орудий. 5 декабря советские войска двинулись вперед. Первым начал наступление Калининский фронт под командованием генерал-полковника Ивана Конева. Он ударил в левый фланг группы армий «Центр». На следующий день, 6 декабря, на центральном участке в контрнаступление перешли войска Западного фронта, которым командовал генерал армии Жуков. Одновременно началось движение близ Тулы сил Юго-Западного фронта под командованием маршала Семена Тимошенко. Контрнаступление Красной армии было неожиданным и стремительным. Потрепанные и измученные холодами гитлеровцы были вынуждены отступать, бросая неисправную и незаправленную технику. Вот как вспоминает это в своих мемуарах командир танкового корпуса, генерал-лейтенант Фердинанд Шааль. Дисциплина начала рушиться. Все больше и больше солдат пробивалось на Запад без оружия, ведя на веревке теленка или таща за собой санки с мешками картошки. Они просто брели на Запад без командиров. Солдат, погибавших в ходе бомбежек с воздуха, больше никто не хоронил. Уже 8 декабря Красная армия освободила Крюково. 11 декабря Истру, 16 декабря был отбит Калинин, нынешняя Тверь. Армия Власова выбила врага из Солнечногорска и Волоколанска. Войска двинулись дальше, к Старице и Ржеву. Атаки Красной армии разбили 3-ю и 4-ю танковые группы. Им пришлось отступить от Москвы на 70-100 километров. Это была большая победа. Группировка, которая еще недавно рассматривала Москву в бинокле, теперь бежала, что есть мочь. Наступление под Тулой велось в направлении городов Михайлов, Венев и Сталиногорск. Сейчас он называется Новомосковск. К 11 декабря все три города были освобождены. На этом участке фронта немцы сопротивлялись более отчаянно. А Красная армия из-за недостатка техники двигалась медленнее. 15 декабря была освобождена от гитлеровцев знаменитая Ясная поляна. Где находится усадьба Льва Толстого. Последними освобожденными городами на этом направлении стали Олексин и Щекино. И через 10 дней после начала операции советские войска перешли к обороне, откинув немцев на 130 километров от столицы. Одновременно войска Юго-Западного фронта нанесли удар и на Елецком направлении. Сам Елец был освобожден 9 декабря. 30 декабря после 10-дневного сражения Красная армия освободила Калугу. До середины декабря Гитлер не воспринимал ситуацию на Восточном фронте как критическую. Он считал, что речь идет только о локальных прорывах советских войск. Лишь к середине декабря генералы смогли объяснить ему, что случилась катастрофа. Фюрер распорядился перебросить под Москву подкрепление, а 16 декабря отдал приказ, который запрещал войскам отступать до подхода подкреплений. Группа армий «Центр» должна была, цитата, «удерживать фронт до последнего солдата и оказывать фанатически упорное сопротивление противнику». 19 декабря Гитлер снял с поста главкома сухопутных войск Вальтера фон Браухича и сам вступил в эту должность. В тот же день был отстранен командующий группы армий «Центр» Федор фон Бок. На его место назначили Гюнтера фон Клюге. В следующие дни своих мест лишились несколько командующих армии, в том числе и Гудериан. Тогда Адольфом Гитлером были смещены с должностей аж 185 генералов. Впоследствии многие бывшие военнослужащие вермахта стремились списать свои неудачи на экстремальные холода. В начале декабря ударили страшные морозы. То была самая суровая зима за 140 лет метеонаблюдений. Температура в Центральной России опускалась до 40 градусов ниже нуля. Ужасы той зимы передают цитаты из немецких дневников. Представьте 40 градусов мороза. А вместо зимней одежды у вас только шинелишка без подкладки, тонкие штаны и сапоги. У нас даже зимних шапок не было. Ты мерзнешь, думаешь не о войне, а о том, как выжить, как согреться. Больше ни о чем. Однако от описанных холодов страдали не только оккупанты. Советским солдатам и командирам было не сильно теплее. Именно под Москвой был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. В советские годы эта фраза стала настоящим штампом, кочевала из книги в книгу, из фильма в фильм. Но едва ли эта заезженная формулировка способна отразить все значение декабрьского контрнаступления Красной Армии. До коренного перелома в войне оставались еще долгие месяцы боев. До окончательной победы союзников – годы. Но декабрь 1941 года стал временем военного и психологического надлому нацистской Германии. Когда Красная Армия теснила гитлеровцев среди вьюг и снегов Подмосковья, британские войска добывали победу над Германией и Италией в обжигающих песках Северной Африки. 7 декабря 1941 года военно-воздушные силы Японской империи обрушились на американскую морскую базу Перл-Харбор на Гавайи. Соединенные Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну. Через четыре дня, поспешно и опрометчиво, Адольф Гитлер объявил войну США. Сложилась большая тройка – СССР, Великобритания, США, вокруг которой будет собрана антигитлеровская коалиция из десятков государств. Отстояв свою столицу, Советский Союз стал восприниматься на Западе как ключевой союзник. 15 декабря, пока еще вовсю гремели бои вокруг города, в Москву прибыл британский министр иностранных дел Энтони Иден. Он встретился со Сталином и Молотовым. На этих встречах обсуждались первые наметки будущего устройства мира после разгрома гитлеровской Германии. Иден побывал и на фронте. Он посетил Клин, откуда только накануне были выбиты немецкие войска. Мысли о будущем поражении начали посещать и союзников Адольфа Гитлера. Об этом говорит малоизвестный факт. В декабре 1941 года в румынской зоне оккупации на территории Украины и Молдовы было прекращено целенаправленное массовое уничтожение советских евреев. Именно тогда руководство Румынии задумалось о будущей ответственности за Холокост. К слову, первое освобождение еврейского гетто в истории Холокоста произошло именно в ходе контрнаступления под Москвой. 30 декабря наступающие части Красной Армии смогли спасти 149 из 156 узников Калужского гетто. Под Москвой вместе с советскими солдатами и командирами вперед шли и фронтовые кинооператоры. Благодаря ним советский тыл и весь остальной мир узнал о политике нацистов на оккупированных территориях не понаслышке, а воочию, по кадрам кинопленки. На пленку попали тела замученных, расстрелянных и сожженных заживо советских граждан, мирных жителей и военнопленных. Так, в освобожденный 20 декабря в Алкаламск прибыл кинооператор Роман Кармен. Снятая им хроника нацистских зверств вошла в полнометражный документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Эта кинолента, над которой трудились почти два десятка фронтовых кинооператоров, принесла Советскому Союзу первую кинопремию «Оскар», а также награду Национального совета кинокритиков Соединенных Штатов. В американский прокат фильм вышел под названием «Москва strikes back» «Москва наносит ответный удар». В 1944 году Роман Кармен уже сам возглавит киногруппу, которая по свежим следам запечатлит невиданные преступления нацистов в концентрационном лагере и лагере смерти майданок. А правнук Романа Кармена, наш оператор, прямо сейчас стоит за камерой, которая меня снимает. Нельзя подвести итоги битвы, не сказав о потерях воюющих сторон. Красная армия потеряла безвозвратно около миллиона человек. Можете ли вы себе представить такое число? Даже сегодня в России есть лишь 16 городов, где живут больше миллиона человек. Представьте себе, что все население Волгограда или Краснодара, включая младенцев и стариков, было убито или пропало без вести. Вот таков масштаб потерь наших войск в той битве. Здесь, на Антаклинском кладбище в Вильнюсе, похоронены около 3,5 тысяч красноармейцев, погибших во время освобождения Литвы. Это намного меньше, чем миллион. Но даже масштабы этого кладбища поражают. Потери Вермахта, по наиболее распространенной оценке, составили порядка 500 тысяч. В одной только битве за Москву, при том проигранной, немцы потеряли примерно в 10 раз больше людей, чем за всю успешную польскую кампанию. Какой же результат принесли столь чудовищные потери? Во-первых, Москва выстояла. Не факт, что война закончилась бы с падением столицы. У советского руководства оставалась бы промышленность Урала, ресурсы Сибири, плодородные земли Средней Азии. Но это была бы совсем другая война. В глазах всего мира и собственных граждан с падением Москвы СССР потерпел бы поражение. Совершенно непонятно, как ситуация развивалась бы дальше, если бы Гитлер добавил наш город к своей коллекции военных трофеев. Однако у Гитлера впервые провалился блицкрик. Ему не удалось расправиться с противником одним ударом, как это всегда происходило до того. На смену стремительной спецоперации пришла затяжная война, требующая других ресурсов и другого подхода к планированию. Нам противостояла армия, скажет потом немецкий генерал Блюментрид. По своим боевым качествам намного превосходящие все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя. Битва под Москвой не была тем событием, которое полностью развеяло нацистский мрак. Скорее, это был первый луч солнца, пробившийся сквозь тучи. Росток надежды, из которого вырастет потом общая победа человечества над бесчеловечной идеологией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова